Девушки отдыхают Осторожно! Костин! Костин, я под огнем! Как слышишь? Вляпались. Давай-ка, надумай. Аэродром судя по всему захвачен. Уплыть мы уже не можем. Значит, выбрать и видеть. Надо пробиваться. Привет, друзья! С вами Кимеев-1. И сегодня мы поиграем в проект Армату. И попытаемся пройти главу третью. Катастрофа. Сусима. Охотников на призраков. Первую главу я вам показывал. Как-то вторую главу прошел сам, но не записывал. Потому что уже много видео вышло по ней. И сейчас вот решил пройти третью главу. Вместе с вами. В ней еще не было, ребята. Или руки не доходили, или ноги не добегали. Как говорится. Некогда все было. Сейчас вышел. Сразу же записываю. В этом месте будем смотреть, как проходить, где это находится. Будем ориентироваться по моим союзникам. И надеяться, что они более опытные в этой главе, чем я. И знают, куда ехать. Хотя, на самом деле, здесь по карте все показано. И довольно-таки четко, понятно, куда надо двигаться и что делать. Все написано в правом верхнем углу. Так, ну смотрите, ребята. Едем снова на Терминаторе. На Ветеране, на Безумца не поехал. Потому что, ну, что думаю, если я, например, не знаю, куда ехать, чтобы не подвезти товарищей, решил прокатиться именно пока на Ветеране. Поэтому, так. Знал бы, может быть, сразу бы поехал на Безумца. Ну, да ладно. Какая разница? Главное, чтобы вы увидели. Те, кто собирается ее тоже пройти и не проходил. Куда двигаться и что делать. А там уж сами примите решение, на какой сложности вам играть. Буду пытаться лезть на рожон. Как говорится, Терминатор. Все-таки у меня вооружение хорошее. Вот видите, и пулемет, и Птуры здесь достаточно привлекательный. По скорости, конечно, я тут проигрываю тому же Спруту. Ну, по скорострельности проиграю. Спруту говорю. Какому Спруту? Мардеру второму. Но все равно будем стараться лезть, убивать. Вот мы с ним уже по четыре сделали фрага. Или даже не с ним даже, по-моему. По пять. По пять, да, фрагов сделали. И вот первая база, ребят, которую нам надо захватить. И, в принципе, мы ее дошли до нее довольно-таки спокойно. Да, повстречали на пути ботов вот этих, которых здесь положено встретить в игре. Но они нам не доставили особых хлопот. По-моему, даже некоторые, вот как эта ПЗХ, и не успела даже доехать стрельнуть в кого-то. Мы уже пошли дальше. Первая база захвачена. Теперь смотрите. Впереди показано два задания. Одну базу отбить, другую базу захватить. Посмотрим, будет ли сложность. Вот въезжаем в туннель, там должны быть соперники нас встречать. Это по-любому. Это всегда так у них. Ну да, ребят. Вот он, он стоит, довольно-таки бронированный. Все это предсказуемо. В любой миссии, вы помните, если есть туннель, то на выходе из туннеля стоят ворожины и ждут. Пытаются воспринять. Так, меня вот сородич такой же таранит. Жаль, что он это делает. Я пытаюсь, конечно, быть впереди, но не получается. Некоторые ребята немного по скорости побыстрее, чем я. Но все-таки буду стараться прямо лезть на рожон, принимать урон, для того, чтобы было интересней. Так, здесь ничего нам не дают пострелять. Ну да ладно. Следующая наша задача, что? Сейчас, значит, захватим вот эту базу, я так понимаю. Постреляем. Захватим базу и потом поедем налево отбивать базу. Ну вот тут уже побольше врагов. Но опять же мы их разносим. Особой сложности нет. Пока работаю почти на пулемете. Наверное, сейчас, когда пойдут более тяжелые УБТ-шки. Вот. Переключился на ПТУРы. Буду стрелять и ПТУРами тоже. Как видите, ребят, в отличие от той же первой главы, которую мы с вами проходили, здесь я вообще не вижу минометчиков. Я ожидал, что здесь в каждой главе будет их очень много. Минометных этих... Десанта... Нет, нету. Так, ну, вот вторую базу мы захватываем. Тоже без особого большого сопротивления в углу. И сейчас будем двигаться к третьей базе, которую нам уже не захватывать, а отбить. Но раз отбивать, надеюсь... Вот режим ночной включился. Режим ночного видения, да. Что там будет побольше врагов и будет немного интересней. Сейчас попытаюсь прям в гущу ворваться, ребят, заехать. Если успею, конечно. Там какой-то космический корабль, дирижабль садится. Стрелять по нему бесполезно. Вы видели, я выстрелил. Это ни к чему не привело. Это союзные какие-то моменты, наверное. Так. В общем, стрелять по нему не надо. Вот они, враги. Дайте мне урона. Не дают. Уже успели тут приехать. Мардар. С ПЗХ и всех расстрелять. Они уже подровнялись. К моему показателю. У меня 9 фрагов. Захватили аэропорт. 8. Так, сейчас попытаемся оторваться, если получится. Ну, да не суть. Тут не суть именно быть первым в чем-то, проехаться и посмотреть. Выиграть, конечно, хочется и увидеть, куда, по крайней мере, двигаться. Так, эту базу мы отбили. И нас в угол карты опять закидывают. В угол этой площади аэродрома или, я не знаю, как это, дороги какой-то. Где нам опять надо захватить базу. Сейчас полезу на пролом. Надеюсь, что здесь будет много соперников. Уже третий раз вам говорю, что полезу на пролом. А не успею подъехать, все уже сдохли. Враги имею в виду. И ничего нам не достается. Так, еще один фражочек. 10 уже есть. Это хорошо. Двигаемся вперед. Это тоже картонный. Его просто с пулеметом. Пока и птуры-то, ребят, сильно не использую. Все хватает на все пулеметные очереди. Это тоже картонный. 12 фрагов. Ну вот, заезжаю сюда. Засветил. Будем сейчас здесь отбиваться. Пока, ребят, это кажется легко. Да, легко преодолеваем. Но смотрите, как действуют грамотно мои союзники. Та же Меркова понимает, что она тут самая бронированная цель. Лезет вперед, принимает на себя урон. А мы уже добиваем. Конечно, при наличии таких грамотных союзников выиграть, я думаю, не составит труда. На ветеране. Там уж действительно, наверное, собрались настоящие ветераны по цеху. Которые знают, что делать. И знают, как использовать свою технику. Вы же сами понимаете. Наверное, не раз играли на любом уровне. Даже и на десятом. Когда вы ходите в бой. Особенно в стандартных боях. А ребята чудят, что попало делают. Да и в этих-то точно так же. Их убьют. Они или не восстанавливаются в пвп боях. Или где-то прячутся, стоят на танках. Здесь нет. Мы слаженно действуем. Ездим все вчетвером. Все понимают, что делать. Видно, что ребята, наверное, уже прокатили эту главу. Потому что они увереннее, чем я, двигаются по карте. Так. Ну что здесь? По-моему, все. Или нет? Нет. Не все. Судя по времени. Сейчас мы захватим. Наверное, еще какая-то база будет. Я так понимаю. Тоже слишком бы легко было. Подождем. Три секунды. Враг появился. Хорошо. Мы ему запустили. У нас 13 фражечков. Так. 14-го делаем. О! Да, ребят. Продолжение. Вот появились доты. Они очень опасны. Они стреляют ракетами. Которые легко нас пробивают. Так. Все. Теперь нам на эту базу надо отбить будет. Ага. Вот это уже интересно. Смотрите. Вот на этой дороге. На этом аэродроме. Не знаю, что это такое. Похоже на аэродром, конечно. Сразу две базы. И сколько соперников. Красноты-то. Посмотрите на миникарту. Сколько много. И куча дотов. Да. Вот, наверное, это будет генеральное сражение. Сейчас финальное, ребят. В этой миссии. Нам надо не дать захватить две базы. Которые стоят подаль друг от друга. И сбивать и ту, и другую. 12 секунд на той базе. Сейчас попытаемся в пулеметной очереди стрелять во все подряд. А, ребята сбили. Тогда я буду убивать доты, ребят, пулеметами. Чтоб той же Меркове свой барабан не использовать на эти доты. Мне пулеметом проще их размочить. Видите, какие от них ракеты летят? Которые меня просто прошивают. Надо успеть на восьмерочку нажать. Ага. И чтобы Меркова занималась именно больше союзниками. Своему барабан использовала. Точнее, союзниками, соперниками. А я уж дота из пулемета замочу. Но пока все получается. Вот тут, ребят, можно проиграть. Если будет команда не слаженно на одной базе держаться, а вторую бросит. Можно проиграть. Ни одну миссию так, наверное, уже проигрывали. Так, сейчас этот дот заберу. Отлично. Не, ребят, побеждаем. 20 секунд. Я думаю, мы тут уже не дадим захватить. Все получилось, ребят. Мы, по-моему, прошли миссию. Если сейчас ничего нового не будет. Мне кажется, все. Раз столько было врагов. Это была генеральная битва. Ну и все, наверное. На сложности ветеран мы ее прошли. Команда была хорошая, ребят. Поэтому мы ее и прошли. Хорошие союзники. Все, пора. Сейчас посмотрим результат. Зачем ты тогда его спасал? Чтобы он привел нас к Виктору. И как? Привел? Не стоило оставлять его одного Хана. Да, не стоило. Остин, я справилась. Продержись немного. Скоро заберу тебя. Помоги мне спасти Магнуса. Пожалуйста. Хорошо, Хана. Будь по-твоему. Ну все, ребят. Это победа. Пишите, как вам эти главы. Как вам охота на призраков. Как всегда, довольно-таки интересно. Может быть, где-то покажется однообразно. Похоже, может быть, на московский контракт. На это Москва. Вторжение. Какие-то моменты. Еще на что-либо. Ну, по крайней мере, разработчики стараются. Придумают новые главы. Новые вот эти прохождения. Смотрите. Почти 700 тысяч серебра заработали. 18 тысяч опыта. Так. По... На свету мы вторые. По опыту вторые. По фрагам. Второе, третье место делим. Пишите, ребят, свои комментарии. Почитаю. Отвечу. Ну, а с вами был Кимиев-1. Всем пока-пока, друзья. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»